Экологическая экспертиза на Коркинском разрезе завершена, но ее результаты руководителям предприятия пока неизвестны. Превышают ли добытчики угля нормы выбросов Росприроднадзор пока не обнародует. По чьей инициативе прошла проверка на Коркинском разрезе, расскажет Светлана Свечкарева. Руководство Коркинского разреза экспресс-совещание устраивает прямо на улице. Скоро станут известны результаты проверки регионального Росприроднадзора. Целый месяц экологи замеряли уровень вредных веществ, которые попадают в атмосферу из-за самопроизвольного возгорания угля. Сложность в том, что от руководства компании результаты почему-то скрывают до последнего. Здесь объясняют, если бы им сказали о том, что есть превышение, на предприятии давно бы начали работать по их устранению. Ведь компания уделяет большое внимание экологичности производства, например, борется с возгораниями угля. Так количество пожаров удалось сократить почти в 8 раз. Эндогенные пожары на разрезе Коркинском регистрировались с 1967 года. И в те времена было 62 пожара. На 1 января 2015 года на разрезе Коркинских было зарегистрировано 8 эндогенных пожаров общей площадью 750 квадратных метров. Для их тушения разработаны мероприятия по профилактике и тушению эндогенных пожаров, которые были согласованы с Ростехнадзором. И выполняются эти мероприятия. Уже месяц работу Коркинского разреза проверяют областная и городская прокуратуры и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Правда, серьезных нарушений не нашли. Теперь свой вердикт должен вынести Росприроднадзор. Все началось, когда на предприятие пожаловался местный активист. Он обвинил добытчиков угля в том, что на разрезе сильно превышены нормы выбросов. И производство загрязняет воздух. Директор Челябинской угольной компании считает, что общественник просто пытается обратить на себя внимание и продвинуться на политическом поприще. К тому же своими жалобами тормозит работу предприятия. А это может сказаться не только на его сотрудниках, а их больше полутысячи человек. Ну и, например, на транспортниках, которые доставляют добытый уголь до покупателей. Вот мы закрываемся, денег они получать не будут, и им придется или сокращаться, то есть рельсовые пути 124 километра, которые сейчас находятся здесь в ведении, или увеличивать цену подрядчикам. Это Хенкель, это Карбокерамик, это кирпичные заводы все. Потянут ли они это и нужно ли это вообще? Это вопрос. А там тоже 500 человек. А за каждыми 500 человек у нас и 500 у них стоят семьи. Впрочем, руководитель разреза считает, у Росприроднадзора нет задачи кошмарить российского производителя угля. И надеется, что результаты экспертизы будут объективными и общими усилиями удастся сохранить экологию Коркина. Светлана Свечкарева, Павел Клементьев, ОТВ.